От многих моих знакомых, которые учатся в университетах Германии, я слышу о том, что они постепенно к концу учебы начинают терять интерес, и у них пропадает желание ходить в университет. Именно поэтому сегодня я решила для всех, кто уже учится в университетах или собирается учиться в университетах в Германии, и не только, рассказать вам о том, как не потерять интерес к учебе, как не потерять вот это вот желание и стремление учиться, и также назову вам, почему такие проблемы возникают, и дам 4 эффективных метода того, как вы сможете с этим бороться. Пообщавшись с моими знакомыми, которые учатся в университете, я нашла 3 простых причины, почему люди перестают ходить в университет и вообще этим делом интересоваться. Первая проблема заключается в том, что, конечно же, многие студенты за границей не живут больше со своими родителями, и вот этот вот фактор контроля и давления со стороны семьи очень быстро пропадает. В моем видео о минусах учебы в Германии я также говорила о том, что здесь нет постоянных групп, с которыми вы бы ходили на все занятия вместе, на каждый предмет своя отдельная группа, и это достаточно сильно усложняет построение каких-то дружеских отношений с вашими одногруппниками, и у многих студентов, особенно у иностранцев, нет постоянной компании. Ну и третьей проблемой является то, что, конечно же, в Германии у вас есть прекрасное преимущество, вы не должны ходить на лекции, на некоторые практики вы тоже не должны ходить, и это приводит к тому, что люди просто не ходят в университет, соответственно, им это вообще перестает быть интересным. Так что в этом видео я вам дам 4 простых и эффективных метода, как вы с этой проблемой можете быстро справиться, без каких-либо усилий, и опять вернуть себе интерес к вашему университету, к вашей специальности, и опять, может быть, даже начать получать хорошие оценки в университете. Метод номер один, с моей точки зрения, немного туповатый. Это вот если честно, но мне он очень нравится, потому что он самый эффективный из всех, и он 100% работает. Особенно хорошо он работает для тех, кто только учится в университете, у кого нет какой-то дополнительной подработки. Я предлагаю вам на каникулах попробовать устроиться на работу. Люди, которые устроились на работу и поработали на полный рабочий день, понимают, насколько прекрасно это учиться в университете. На работе у вас нет выбора заданий, вы не можете выбирать себе темы, которые вам нравятся. Даже если вы захотите пойти на обед или в туалет, вы обязательно должны об этом кому-то сообщать, и это очень сильно напрягает. У людей, которые поработают и поймут, что работать, а особенно не по профессии, а просто на какой-то обыкновенной работе, это достаточно скучно, однообразно, неинтересно, и у них появится больше стремления к тому, чтобы учиться. Второй метод действует для всех, во всех странах, но в Германии с ним достаточно сложно. Этот метод заключается в том, чтобы найти для себя друзей в университете, и с ними общаться, с ними ходить на занятия, и в принципе, чтобы вы вот за счет этого социального фактора больше были интегрированы в учебу. Я также хочу в будущем сделать видео о том, почему с немцами достаточно сложно дружить, особенно нам, славянам, русскоязычным людям, но это будет в будущем, пока просто поверьте мне, что с немцами достаточно сложно дружить, но я вам скажу, что это оправдает себя, потому что у вас появится возможность узнавать какие-то маленькие детали по водоэзаменам, например, или общаться, скажем так, с целой сетью людей, которых вы будете узнавать через немцев. Так что это очень удобно, советую вам попробовать. Также, чтобы мотивировать себя на учебу, попробуйте делать больше, чем от вас требуют. В принципе, я заметила, что в Германии в особенности требуют очень мало, то есть то, что от вас требуют, вы узнаете уже в сам момент экзамена или незадолго перед экзаменом. Это достаточно сложно, потому что у вас нет каких-то заданий, на которые вы смогли посмотреть и понять, что от вас реально требуют. Самый простой метод, чтобы справиться с этой проблемой, это делать больше, чем от вас требуют, и находить для себя то, что вам действительно интересно, и то, что вас увлекает. По себе знаю, что именно то, что меня увлекает, я могу просто делать часами, не отрываясь, меня это вызывает интерес, я этим горю, и именно то, чем вы горите, поможет вам в целом заинтересоваться учебой, и опять вернуть для себя вот это вот ощущение, мне нравится ходить в университет. Ну и четвертый метод заключается в том, чтобы подумать о том, чем вы хотите заниматься не завтра, не послезавтра, не через неделю, а, возможно, через 5 лет. Подумайте о том, кем вы хотите работать. Ведь, по сути, обучение в университете, это не просто цель. Получить диплом, это не ваша цель. Ваша цель заключается в том, чтобы найти для себя работу, которая вас интересует. В общем, подумайте сами, какие у вас цели, но не надо ограничиваться тем, что закончить университет, это ваша цель, это не так. Подумайте о том, хотите ли вы работать по специальности, или, возможно, вам интересны какие-то смежные специальности, которые только частично касаются вашей нынешней специализации. Поняв для себя долгосрочные цели, вам будет намного проще понять, что вам интересно в данный момент, что вам, возможно, понадобится в будущем еще изучить, и, конечно же, от этого отталкиваясь, вы сможете больше заинтересоваться учебой в принципе. Подводя итоги, скажу вам, что, конечно же, есть много причин, почему люди теряют интерес к учебе. Это абсолютно нормально, и наша цель заключается в том, чтобы вернуть себе вот это вот желание учиться. Советую вам попробовать один из четырех методов. Например, вы можете попробовать найти друзей в университете. Также вы можете попробовать работать, чтобы как бы от обратного почувствовать какое-то негативное отторжение к работе, и опять почувствовать наслаждение от учебы. Также подумайте о ваших долгосрочных целях и о том, чем вы собираетесь заниматься, возможно, не через месяц и не через год, а через пять или десять лет, какую вы хотите выбрать для себя профессию. И также попытайтесь сделать в университете больше, чем от вас требует, и тогда за счет вот этого вот интереса и желания что-то выучить, то, что вас интересует, вам будет намного проще и интереснее ходить в университет. В будущем на канале будут выходить видео два раза в неделю, так что обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки под видео и пишите о том, какие темы вас интересуют, что вам из моих видео понравилось и, возможно, что вам не понравилось. Так что спасибо за просмотр, встретимся в будущем опять на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok